здравствуйте дорогие друзья рад вас приветствовать надеюсь меня сейчас видно и слышно и ко мне через несколько секунд должна подключиться александра кабачи эксперт компания александра здравствуйте все отлично нас видно и слышно не откладывая дело в долгий ящик сегодня говорим о недвижимости турции в первую очередь касаемся недвижимости в курортных районах с алании анталия александра наш постоянный эксперт кому еще раз повторюсь компания от оберка стейт ваши вопросы вы можете задавать в нашем чате сейчас я вот тут пока вот так вручную импровизировано покажу название чат а вот он поджинку написан вот посмотрите пожалуйста прям чат вот поставлю эту бумажку надеюсь она будет более-менее видно отлично вопросы которые по ходу нашего эфира можно задавать александре я в чате увижу и сразу буду их транслировать и так недвижимость турции турция по-прежнему наше все самая популярная страна у покупателей недвижимости из украины казахстана белоруссии россии и думаю не только из этих стран тем не менее этим летом с турецкого рынка приходили разные новости не всегда они были положительные и собственно с этого давайте начнем в первую очередь давайте обсудим александра закон вот этот вот о ограничивающий выдачу видов на жительство людям которые приобрели туристические виды на жительство люди приобрели недвижимость в определенных районах несколько слов об этом пожалуйста то есть сам по себе закон не изменился но к этому закону были обновления определенные и конечно скажем так отрицательное обновление для покупателей я в первую очередь 1 июля часть района для тех кто хочет получить первичный вид на жительство в турции независимо от того вы купили квартиру на какую стоимость ее купили когда вы ее купили если вы хотите в этих районах на данном этапе получить бенжи то к сожалению не получится если у вас уже в этих районах закрытых бенжи будет получен то продлить это возможно будет ну и также у нас некоторые ограничения сейчас есть по виду на жительство по статусу то есть даже если у вас приобретена недвижимость бенжи вы можете получить не со статусом по недвижимости а бенжи туристического назначения самом деле не скажу что как-то сильно это влияет и того что сейчас ориентируется при подачи на это внж от экспертной оценки недвижимости и это оценка должна быть от 75 тысяч долларов выше учитывая на рост цены сейчас в алании и в анталии практически 99 процентов недвижимости будет оценено выше чем 75 тысяч долларов то есть вот сейчас минимальный бюджет если вы хотите приобрести недвижимость в алании составляет минимум 65 тысяч евро это готовое жилье например в аксаларе два километра это самое самое недорогое все остальное уже выше поэтому вот сколько у нас было практически у всех была очень высокая как пример у нас клиент купил дубец на 140 тысяч евро а его оценили в 200 тысяч евро поэтому вот по этому моменту наверное я бы не переживала а вот закрытые районы они к сожалению более актуальны для нас в плане того что человек купил недвижимость купил виллу в закрытом районе и теперь не может получить вид на жилье вот и конечно давайте все таки немножечко тогда вернемся еще разочек разжуем уже основательно и так было два два закона которые не один это закон был а другой это были внесенные изменения так вот закон говорил о том что есть туристический венже и есть вид на жительство обладание которым через некоторое время позволит позволяло подавать заявление на гражданство да через пять лет обладатели этого вида на жительство по недвижимости могли подать документы на получение турецкого гражданства поэтому люди которые были нацелены на приобретение недвижимости на постоянное проживание после пяти лет хотели бы получить турецкое гражданство им этот вопрос конечно актуален но как я понимаю как я понимаю все таки таких людей но было не очень много ну потому что безусловно есть люди которые готовы заплатить большие деньги то есть на данном этапе 400 тысяч плюс и получить турецкое гражданство а вот история связанная с покупкой недвижимости и насколько я понимаю долговременным нахождением в турции это тоже было важное условие да там за пять лет вам надо было не более шести месяцев отсутствовать на территории турции и гражданство при покупке недвижимости за инвестиции там упрощенная схема это в течение шести восьми месяцев экзаменов а вы получаете турецкое гражданство то тут не совсем все просто честно скажу да резко государство она не заинтересована выдавайте выдачи турецкого гражданства таким способом и у нас вот был случай у коллеги мы попросили отказ от своего российского гражданства и потом они подтвердили получение турецкого гражданства по проживанию не очень многие люди пойдут на такие условия отказа от своего гражданства и получают знания турецкого рассматривают документы от года и более до двух лет конечно никакой гарантии если честно вот я в турции живу 17 лет очень много я встречала из людей кто бы получал гражданство по вот этой схеме по проживанию поэтому я бы и не назвала эти изменения на фоне критическими для покупателей окей и так проехали понятная история чтобы претендовать на гражданство по этой схеме нужно приобрести недвижимость один объект дороже 75 тысяч долларов подавляющее большинство объектов под них подходит но схема не слишком интересная во многом потому что по сути она изначально означает переезд в турцию а вот вторая схема о которой мы с вами сейчас поговорим подробней предполагающая покупку любой недвижимости бумажка слетела ставлю ее на место это напоминаю вопросы вот в этом чате вы можете задавать вопросы я надеюсь что я на них смогу их смогу увидеть и вам смогу задать пока у нас только вот так видите вручную все это делается но ничего через некоторое время мы сделаем какую-то такую более крутую табличку так вот говорим о классическом туристическом внж то есть самым простом том внж который получал любой заявитель купивший любую недвижимость здесь такой внж по-прежнему выдается но есть ограничения по районам все верно то есть такое внж возможно туристическое получить от 6 месяцев до двух лет еще раз от 6 месяцев до двух лет это срок на который такой внж выдается да все верно от чего зависит от срок прежде всего конечно зависит на каком основании на покупке или на контракте аренды если это контракт аренды то скорее всего дадут на 6 месяцев и потом продление если у вас недвижимость и вы получаете туристический внж на два года возможно оформить то есть грубо говоря для клиента для покупателя ничего не изменилось на два года он также оформляет выкупительство просто он туристический и не попадает под вот эту дальнейшую программу получения данства окей александра если я не ошибаюсь 1 июля был принят вот этот список и насколько я понимаю для вас и вообще для ну скажем сообщества для рынка недвижимости этот список стал в известном смысле сюрпризом александра меня слышите да 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 слышно немного пропадает связь слышно я хотел спросить что вот этот закон вернее опубликование этого списка стало некоторым сюрпризом для всего рынка да очень большим сюрпризом на самом деле для риэлторов для покупателей для строительных компаний и вообще даже для представителей я вам могу сказать потому что поскольку опубликовали мы пытались как-то во всяком случае там торгово-промышленная палата сообщества риэлторов наше общество риэлторов как-то повлиять на решение часть застройщиков ездила в анкару на переговоры и пытались хоть как-то изменить вот это вот решение но к сожалению ничего не повлияло не изменило и также осталось то есть напомню у нас сейчас для внж в анталии закрыты такие микрорайоны как урма лиман и сахту это микрорайоны района коньялты у нас закреплены алты и если мы говорим о балане у нас открыт очень популярный лидер продаж район махмутлар также у нас закрыт кистель и район в котором очень много строительных объектов который очень активно развивался последнее время автала то есть к сожалению вот эти четыре района конкретно в алании и в анталии закрыты для первичного внж скажите пожалуйста давайте чуть чуть подробнее про анталию начнем с анталии вот эти вот районы в двух словах как их можно описать где они находятся чтобы люди примерно понимали то есть где теперь нельзя вы знаете наверное вот все если смотрели видео по анталии ориентировались на парк отрешек который расположен у нас в лимане то есть эта часть коньялты недалеко от моря вот лиман он ближайший к морю район и конечно очень был популярен у русскоговорящих покупателей недвижимости на самом деле в лимане и в там уже все давно было застроено то есть там уже у нас мало предложений было от застройщика в основном были варианты на вторичном рынке ну и также саресу район он кстати был не очень дорогой это самый западный район анталии вот дюшне алты скажем так не было такого прям массового не такой уж прям популярный район самый отдаленный от моря район анталии поэтому конечно сейчас идет акцент на открытые районы и в плане покупки и в плане аренды также аренда конечно возросла именно в этих открытых районах то есть аренда долгосрочная с возможностью получения вида на жительство а вот соответственно могу сказать то спрос конечно возрос на открытые районы вот и также турция вот мне всегда нравилась турция она очень меняется под и адаптируется под имеющиеся условия то есть соответственно застройщики обратили внимание на новые районы и у нас сейчас идет активно развитие тех районов открытых районов наверно и была цель одна из целей закрытия определенных районов развитие всех остальных а поэтому если мы говорим сейчас об анталии у нас очень активно и прямо вот наверное успех на слуху этот район алтентаж он находится далеко от района лары расстояние от моря к этому району составляет от 5 6 километров и чуть более 10 12 километров он находится недалеко от аэропорта анталии вот уже есть градостроительный план с разбитием из постройки всю инфраструктуру в этих в этих районах и что примечательно в этом районе будут не просто вот такие знаете домики или вот простые дома и там вот целое архитурное решение то есть то что в алане допустим или других городах турции не разрешали по дизайну по архитектуре такие строения то есть там у нас вот допустим сейчас комплекс в виде бабочки butterfly огромный комплекс в виде лайнера и каждый строщик пытается воплотить какую-то какую-то идею все комплексы большой территории там открытый вид большой инфраструктуры но и по стоимости чтобы вы сориентировали примерно мы говорим от 130 тысяч евро за квартиру один плюс один на этапе строительства и выше также у нас если мы открыт район гипец от центра города чуть-чуть вверх мы поднимаемся то есть примерно 15-20 километров от моря но этот район всегда привлекал у нас покупателей я своими недорогими бюджетными ценами как раз из-за того что он подальше от моря находится и он отлично подходит для тех кто хотят постоянно проживать мегаполисе детей отдать какие-то хорошие университеты вот это можно рассмотреть он также у нас сейчас открыт для внж то есть если присмотреться сейчас ну вот так проанализировать открыты для внж те районы где очень не густонаселенная турецкое местное население и получается вот этот процент еще есть то есть воду трудно еще переселить потому что вот допустим если это мы говорим об алании у нас открыт центр города где соответственно также в основном местное население живет оба тосмур районы давайте как раз немножечко об этом чуть-чуть подробнее если мы говорим об алании то ну просто мой взгляд алания именно как город алании она была ничуть не менее популярна анталии хотя анталия мегаполис до алании сколько 250 300 тысяч жителей несколько слов про аланию значит в алании по сути закрыты афсалар кистель мог мутлар и крыгаджак то есть восточная часть города афсалар и восточная часть сейчас представляет собой и предложение в центре и предложение в районе оба давайте с этого начнем то есть да для очень многие конечно отпугивает этот фактор неполучение невозможность получения внж и непонятно по срокам когда это будет поэтому люди рассматривают на самом деле открытый район если мы говорим центр города он сам по себе был дорогой в связи с этой ситуации он еще вырос в цене то есть сейчас все новостройки у нас практически прайсы за строительных компаний на этапе строительства приходят от 145 тире 160 тысяч евро квартиру 1 плюс 1 если мы говорим уже готовом жилье 1 плюс 1 хорошем комплексе центре города это примерно 200 тысяч и выше вот на сегодняшний день такие вот цены а на вторичном рынке если можно найти что-то подешевле вы знаете к сожалению собственники видят всю эту ситуацию собственники также анализируют новые предложения от застройщиков и они из-за этого также получается поднимают цены потому что вот у нас собственник вторичного жилья звонит и говорит ну да я вот дешево продам что и куплю что и куплю если более новое то есть я даже на этапе строительства тогда не смогу войти в стройку соответственно собственники жилья получается подтягивают по ценам на строительные компании вот сейчас всех районов на которых я бы наверное обратила внимание в плане и возможности получения внж и недорогой бюджетной недвижимости это верхняя оба и как раз вот она активно развивается это ближайший район на центру города наш новый центр города и если нижняя оба которая ближе к морю она дорогая и застроена то верхняя оба это расстояние от моря примерно 2-3 километра там еще у нас сады но тем не менее там активно идет строительство и вот там уже более приемлемые цены то есть допустим вот у нас несколько строительных объектов цены на квартиры один человек начинается примерно от восьмидесяти тысяч евро хорошо давайте давайте перенесемся тогда немножко на запад по районе авсалар в авсаларе покупать с прицелом на вид на жительство сейчас нельзя авсалар застраивался довольно активно рядом с авсаларом район конаклы которого как я понимаю такие ограничения не коснулись вот с вашей точки зрения в чем это принципиальная разница между ними и если не брать вот эту историю с внж в конаклы же тоже строили мне кажется довольно активно последнее время до конаклы довольно активно строили но во первых в авсаларе там лучше пляж на самом деле потому что в конаклы ограничена пляжная линия первой береговой линии есть определенные трудности определенные куски где есть плиты и не очень хороший вход моря то есть салу всегда привлекал конечно вот этим вот прекрасным пляжем земельные участки в авсаларе они были более доступные чем конаклы поэтому акцент конечно шел на авсалар на этот района но сейчас опять же связи с этой ситуации что мы наблюдаем у нас новые проекты конаклы и рядом район между конаклы и авсаларом это паяла и соответственно туда тоже пошла застройка а к сожалению паялари еще не очень развитая инфраструктура то есть там выйти погулять по набережной да можно но это просто пустая дорога развивается то есть сейчас толчок пойдет на вот как раз этих районов таких как паяла и в конаклы у нас продолжайте продолжайте про конаклы еще есть определенная часть когда объездная дорога которая идет вдоль моря вдоль всему побережья она входит этот участок конаклы подальше и вот там ранее было застройка ну так довольно недешево скажем так то есть все равно конаклы у нас плавал тайсы и предлагает выше чем если бы это авсалар авсалар бюджетным вариантом и доступным вариантом для многих перед тем как задать следующий вопрос безусловно запись будет будет и запись мы ее опубликуем в канале опубликуем ее и на сайте и будет подкаст то есть в легком формате без видео только звук так что обязательно мы ценной информации пропасть не дадим прошу прощения если качество звука где-то хромает хочу еще уточнить у вас если мы говорим уже о центре и пойдем в сторону махмутлара вот район кистель он потус под условным запретом а тасмур нет при этом как мне кажется тасмур он же и побольше и там как раз очень много новостроек на холмах соответственно что по ценам там и какие сейчас изменения со стороны застройщиков вы знаете тасмур у нас очень живописный район безумно потому что он ограничит с рекой дэнчайя горная река дорогой район на самом деле сейчас потому что он сочетает в себе и природную красоту и с другой стороны тихо спокойно и очень близко к центру города то есть я сама жила в этом лет безумно люблю шикарные пляжи но к сожалению примерно два года там не было разрешение на строительство на различные комплексы сейчас это разрешение там были суды по земельным участкам сейчас это разрешение убрали сейчас строительство начинает продолжается и у нас такие топовые застройщики аланьи зашли именно в район тасмура но прайс листы если мы говорим опять шаговой доступности 500 метров и до километров морю цены высокие то есть опять же цены примерно приближаются к центру города то есть это сто тысяч 140 тысяч евро и даже больше хорошо сколько тогда в районе алании если мы возьмем там район даже не так давайте возьмем от анталии до алании вот всю эту территорию да там в сотню с лишним километров где в каком районе можно купить сейчас новостройку по минимальной цене чтобы претендовать на венжи что это тогда нам тогда надо будет с вами переместиться внешне то есть мы восточнее карбиджака перемещаемся в демертаж и газе пашу об этих районах также хотела упомянуть и потому что развитие сейчас и до этого началось с этим еще подтолкнуло больше все застройщики нас начали опять же приставать в претендерташе и в газе пашу если мы говорим о газе пашу сейчас квартира один плюс один от 60 тысяч евро можно там найти да это будет не комплекс это будет простой дом городского типа но зато новый дома но очень многие не нужна эта инфраструктура очень многие на нее не ориентируются и даже наша компания вот сейчас в газе пашу будет открывать офис то есть мы анализировали где следующий опыт куда и конкретно мы видим в этом направлении развития и потенциал большой то есть во первых есть земельные участки есть аэропорт международный я близко скала не есть буквально 30-40 минут на машину по меркам было больших городов это не большие расстояния но зато у вас сильно красиво и минимум тура для жизни в той же газе пашу есть там есть государственная большая больница там есть даже частная школа есть государственные школы и те наши необходимые супермаркеты сетевого то есть вот проживать и отдыхать там очень уютно окей и значит еще разочек повторите пожалуйста от какой стоимости там сейчас можно что-то купить примерно от 60 это самый-самый минимум и выше честно покажу из-за того что у нас вообще увеличилась сама по себе стоимость строительства очень сильно то есть и уже и в демертаже и в датифаше нет прямо уж таких низких цен в которых тут раньше как-то были на слуху по недвижимости когда мы говорили о недвижимости алания то есть как я уже сказала в начале видео что сейчас надо ориентироваться как минимум по 65 тысяч евро и выше чтобы что-то приобрести вот давайте тогда об этом еще отдельно поговорим и уже вот во второй части нашего стрима коснемся вообще финансовых моментов действительно рост цен безумный и он очень велик в долларах в евро и это означает что он еще больше в лирах которые за последние два года стабильнее не стала как вообще эта ситуация воспринимается рынком покупает ли сами граждане турции или по большому счету все побережье с одной стороны отдана на локу к иностранцам а с другой стороны они попадают в определенные ограничения как как вам видится все таки вы уже живете в турции вы понимаете и что такая инфляция это все равно не только в сфере недвижимости эта штука не нормальная а вы знаете наверное мы ко всему привыкаем и люди привыкают и вот так же как рост цен на недвижимость и мы начинаем привыкать и просто вообще цен на жизни в турции и не менее мы общаемся с нашими же покупателями которые говорят да у вас подорожало но тем не менее допустим в той же европе еще где-то также цены выросли то есть даже с подорожанием стоимости все равно мы являемся конкурентно способной страной я в плане вот цены и на продукты и на коммунальные услуги и на недвижимости конечно недвижимость теперь стала не такой доступной для многих покупателей я но и начали рассматривать а другие покупатели которые раньше не рассматривали ее то есть поток который у нас и вот этот ажиотаж начался в начале года он продолжается хотя идет на спад мы каждый месяц контролируем вот эту статистику по продаже недвижимости в турции конкретно для иностранцев и вот там истики сейчас 22 год у нас рост по сравнению с 21 первое полгода на 50 процентов то есть рост очень большой я но если берем июнь и июль то в июле 22 года спад практически два раза по продажам есть а по сравнению с июнем по сравнению с прошлым месяцом из-за чего этот спад да ну во первых я бы не сказала что это повлияли закрытые районы не только это повлиял еще фактор что у нас летние месяцы они сами довольно спокойны и спад всегда есть в эти месяцы люди на отдыхе в школу не ходят то ни о каких серьезных вещах как о покупке недвижимости задумываться не хочет ну и конечно третий фактор кроме кроме летнего спада наверное это как раз вот цены я бы назвала потому что мы иногда сами можно сказать риэлтор в шоке от того вот нам приходят эти прайс-листы строительных компаний и можно понять очень сильно выросла себестоимость строительства и все начинается себестоимости земельных участков эти собственники земельных участков очень сильно подняли стоимость а поэтому все наверное идет от это давайте тогда вот если вспомнить вот примерно год назад вот минимальные цены то что вы говорите сейчас стоит 60 65 почем это можно было купить год назад именно в долларах евро и соответственно в центре города вы сейчас назвали цену 140 150 тысяч минимальная год назад что это было вот я бы так ориентировала что за полтора года цены выросли в два раза в долларах евро до валюте потому что мы тут на побережье ориентируемся именно в валюте то что раньше можно было купить за 50 тысяч евро один плюс один полтора года в кларе сейчас как минимум 100 тысяч евро если не больше как минимум это минимум это минимум ваше ощущение возможен ли разворот может быть не во всех регионах но по крайней мере в тех регионах тех районах которые сейчас не попадают вот возможность получения в инжи том же махмут ларе все равно новостройки есть они уже запущены но цель как покупка недвижимость как получения внж для многих уже не актуальна без нее не покупать не хотят возможно ли некое снижение какая-то коррекция вы знаете вот мы анализируем также наши запросы наши требования наших покупателей с целью получения внж вот по опыту нашей компании примерно 15 центов к нам обращаются больше 15 процентов от общего числа запросов это именно те кто хотел бы переехать на пмж и получить вид на жительство да последнее время чуть чуть больше вот начиная с марта увеличилась это количество ну больше больше процентов 80 процентов запросов это инвестиция или дальнейшей перепродажей или дальнейшей сдачи в краткосрочную аренду то есть на это вообще никак не влияет на внж сдавать свою недвижимость туристам сезон вот у нас сейчас все квартиры заполнены том же махмут ларе в том же асталаре возможно поэтому большая часть конечно ориентируется и честно скажу вот так вот чтобы нет я в этом районе не хочу из-за внж только говорят те кто вот планирует ближайшее время переехать и получить вид на жительство потому что ну как нам озвучивают а что вера это временная я хоть и пытаюсь быть оптимисткой но все таки считаю что минимум год будет продолжаться в течение года это следующего года 23 вряд ли что-то изменится потому что мы сотрудничаем с компаниями которые помогают опорить вид на жительство и они присутствуют на различных собраниях миграционных служб пока озвучивают год а там уже понятное дело может быть какая-то коррекция будет может быть даже будет какая-то коррекция в плане открытия закрытых районов по из закрытия которые сейчас открыты потому что но мы же все понимаем что сейчас пошел огромный поток и он не снизился этот поток он просто переместился в открытые районы вот сейчас люди очень активно вот допустим да человек купил квартиру в магнутларе или в карбиджаке для постоянного проживания ему надо оформить внж он любому хочет там жить в турции у него конечно вариантов не новый один из вариантов арендовать недвижимость в открытом районе получить вид жительства и уже там свою недвижимость например сдавать в аренду скажите несколько вопросов к нам поступило например с прицелом на пмж для и комета что лучше покупать квартиру или апартамент в чем разница между квартирой и апартамент вообще никакой разницы никакой разницы нет сразу скажу юридической разницы нет просто часто используют здесь слово апартамент вот английского апартамент только потому что раньше европейцев много было и так вот на слуху на слуху юридической разницы у нас в этом плане вообще нет квартир и апартаменты это одно и то же в турции вопрос к вам еще один когда заканчивается срок туристического внж возможно ли его продлить или должен быть перерыв нет нет возможно не выезжая чтобы вы не нарушили вот этот срок то есть чтобы вы не подали на продление внж когда у вас закончился ваш внж то есть хотя бы за неделю за две подойти на электронную службу или там даже не подходить там анкету онлайн заполняйте на сайте и кометы или есть компании которые помогают с управлением внж и продлеваете насколько долго за ним процесс первичного получения внж в тех районах которые по-прежнему остались доступными за сколько времени ты это можешь получить вот по опыту сейчас нашей компании примерно месяц полтора месяца длится оформление внж если вы подаете первый раз туристический внж то там могут потребовать документы определенные то есть движение по вашему банковскому счету подтверждение вашей платежеспособности подтверждение ежемесячного дохода то есть вот эти вот определенные документы могут хорошо ну и александр тогда еще несколько вопросов уже может быть такого общего характера вот вы скажу по крайней мере официально запрет на вот выдачу внж в некоторых районах был по крайней мере так освещен но в прессе как инициатива снизу то есть как бы сами турки были не очень довольны в какой степени это так и в какой степени вообще сейчас некие волнения на этой почве есть потому что тоже людей беспокоит скажем честно да то есть я также читаю и турецкие соцсети и комментарии турецких граждан это новость выходит да и будут определенные комментарии местных жителей они понятное дело они обрадовались такому такому введению на самом деле вот год недовольства и и подтолкнула к такому решению а потому что допустим до у нас были до этого до этого решения у нас были демонстрации в государственных больницах в алании в анталии потому что доктор приезжает туда хорошей зарплатой у него квартиры недвижимости нет ему необходимо арендовать жилье а он просто не может найти это жилье потому что цены выросли в три раза на аренду квартир предложения нет но страна вроде бы у него зарплата хорошая доктора а ты не можешь позволить себе местному жителю здесь снять жилье то есть понятное дело и ну наверное любого бы местного жителя как-то вот этот момент не раздражал наверное поэтому хотя я бы конечно не связывала бы рост цен на недвижимость и рост цен на аренду в частности тем что очень много иностранцев туда приехало то есть инфляцию мы также не отбрасываем в той же коне не туристическом городе тоже повысилась стоимость и недвижимости и аренды там нет иностранцев поэтому как бы вот такой момент но тем не менее вроде бы как успокоились это решение приняли с радостью многие местные жители но именно конечно наверное не те кто не связаны с недвижимостью стройщики как я уже сказала пытались и банкару ездить у нас и как-то повлиять и было собрание торгово-промышленная палата у нас и пытались изменить этот закон немного его поправить то есть окей закрыли районы но допустим человек купил виллу за 400 тысяч ну или там выше не может получить вид на жительство это не совсем справедливо по отношению к тому кто арендует квартиру в центре и покупает и получает вид на жительство то есть хотя бы как-то от суммы недвижимости изменить и изменить этот закон в сторону собственников недвижимости но к сожалению из-за того что этого не произошло сейчас мы подстраиваемся под условия те которые есть на самом деле выходы есть все как бы решают проблемы уже разными способами скажите пожалуйста все таки но вот прошел все таки 50 дней 54 дня с момента того как закон был принят с одной стороны ну для таких рынка недвижимости 50 дней это вообще как правило не срок но я понимаю что в любом случае решение было в каком-то смысле еще и политическая политические решения они хотелось бы чтобы давали относительно быстрый результат вот сейчас вы что-то заметили то есть вот например там где-то стали более активно заявлять новые проекты буквально в последние два месяца или наоборот может быть в тех районах где какие-то проекты должны были заявить о старте что-то перестали делать или например может быть наверное чуть-чуть начали не так расти цены в том же махмутларе а наоборот там в оба или в тасмуре наоборот стали расти знаете наверное тут вы правильно сказали что довольно непродолжительный период времени прошел чтобы сделать какой-то полный анализ по этим событиям но на данном этапе за этот промежуток времени я бы не сказала что произошли какие-то очень серьезные изменения потому что даже застройщики в которых у нас были выкуплены участки земельные в том же закрытом кардуджаке запустили проекты свои вот единственное что конечно я переживаю я надеюсь что в связи с тем что в открытых районах очень активно по той же аренде даже подают на внж чтобы также вот этот флотов 25 процентов не было привычно и не закрылись в дальнейшем может быть какие-то другие районы но надеюсь этого не произойдет даже если произойдет опять же мы говорим по-настоящему других районах на которые обратили внимание и строительные компании и наши покупатели окей ну и в заключении тогда буквально пару вопросов вы уже затронули тему аренды краткосрочная долгосрочная купив квартиру насколько реально сейчас сдать ее и опять же если мы говорим допустим о покупке квартиры в махмутларе в долгосрок снимать ее сейчас уже не так интересно потому что там допустим на внж это претендовать не можешь можно ли рассчитывать нам на краткосрок и что делать в зимний период как происходит сейчас ваш прогноз ближайший на будущее да то есть если мы говорим о закрытых районах популярных будем брать тот же афсалары или махмутлары на долгий срок можно сдавать местным гражданам соответственно им нет необходимости в получении внж но обычно мы такой вариант не советуем не советуем потому что на самом деле арендатора всегда поэтому бывают определенные трудности с выселением с неуплатой арендной платы поэтому мы своих покупателей ориентируем именно конечно на краткосрочную аренду тем более на такую аренду сейчас есть очень хороший спрос вот у нас 150 квартир сейчас в управлении они все заполнены практически по полной программе причем заполнены так что вы искрали буквально следующий день уборка о последующий заезд следующий заезд зима хорошо потому что турция начиная еще период карантинов и всего была открытой страной и ее начали рассматривать на зимовку многие турция держит определенный нейтралитет в политическом плане и это также многих привлекает это также фактор того что сейчас в турции очень большой поток вообще граждан всех стран то есть я говорю тут конкретно сейчас не об Украине и россии а также и граждане казахстана и граждане европы поэтому ну и кстати о гражданах россии могла бы сказать что мы вот статистику также анализируем раньше у нас среди иностранцев лидировали иран и ирак они больше всего покупали в стамбуле последние два месяца июнь и июль стабильно граждане россии занимают первое место среди покупателей недвижимости в турции и как раз речь идет об анталии волосы окей ну и тогда в заключении давайте пожалуй может быть самый животрепещущий вопрос который я уже один раз задавал и мы первую часть нашего стрима как раз ему посвятили и так если цель все-таки вид на жительство и интерес район анталии алании какие места вы бы порекомендовали по соотношению цена-качество понятно есть центр но это все-таки дороговато но если ты хочешь вписаться в 100 тысяч евро мне кажется это для многих будет сейчас интересно пожалуйста если вы хотите в эту сумму вписаться если мы говорим об анталии то к сожалению в районе коньялупы популярном районе наверное вы уже по бюджету не пройдете надо будет рассматривать алтенкаши если мы говорим мы с вами об улани районов мы можем рассмотреть и обу верхнюю об этом бюджете вот все остальное уже окей ну и еще последний вопрос мы его как-то не затронули надо у нас еще будет время мы поговорим платежи из россии как последние месяца два идут мы с вами разговаривали в июне вроде более-менее были трудности но в общем проходили как сейчас сложнее легче стало вы знаете конечно определенные трудности к сожалению есть с платежами конкретно по россии и по украине но тем не менее возможно возможно вот одна схема это со своего рублевого счета в россии вы приезжаете и открываете в турции рублевый счет сюда идет перечисление потом турецкий банк конвертирует на валюту и определенный процент заснятия есть это вот как вариант также у нас ну некоторые привозят когда есть возможность наличка определенные определенные схемы есть через криптовалюту у нас работают денежные переводы золотая корона как такая вспомогательная площадочка пока нормально ну и в принципе наличка классический перевод банка не санкционного понятно из российского проходят по свисту проходят ну то есть как бы просто под договору да официально по контракту они могут запросить дополнительные документы у нас были случаи то есть когда дополнительные документы компании строительной могут что-то банк уточнять и увеличился срок платежей вот там допустим от точки а до точки до пункта б то есть раньше если это было 35 дней то есть раз оплаты могут по месяцу идти вот поэтому мы сразу говорим и предупреждаем покупателей особенно у кого квартиры в рассрочку чтобы они имели это виду сейчас строительные компании которые продали еще до повышения цен они конечно очень следят чтобы не было никаких просрочек в случае любой вот просрочки они сразу хотят аннулировать сделку потому что они понимают что это недвижимость сейчас практически два раза дороже понятно но если это тоже кстати такое очень важное замечание под конец то есть внимательно осторожно предстоятельные компании это как лишний повод для аннулирования сделки вот к сожалению вот этой ситуации с ростом цен мы столкнулись такой ситуацией то есть было продано год назад сейчас застрочек понимает что ему не очень было выгодно продавать и хотелось бы что-то изменить но он это не может в рамках контракта изменить но если со стороны покупателя буквально вот малейшие такие нюансы они сразу могут аннулировать раньше такого не было поэтому мы всех прямо у нас у всех напоминалки у наших менеджеров чтобы мы предупреждали последующий не о задержке платежа покупателя сушки пожалуй предельно предельно ценная информация ну что ж дорогие друзья александр кабачи эксперт компании ataberg estate мы обязательно опубликуем и стрим наш в нашем telegram канале но если вдруг кто-то успел вопросы могли задавать но три вопроса было так что пожалуй пока так александр спасибо вам огромное а я хочу сказать еще что в ближайший понедельник следующий наш стрим в telegram канале при агру будем говорить с нашим экспертом о болгарии ориентировочное время начала в 13.00 но тоже следите за информацией александр вам спасибо огромное всем теплого солнца и безопасности в наше время это очень и очень ценно встретимся с вами надеюсь в турции да спасибо если у наших зрителей дополнительные вопросы уже после эфира то есть также я могу потом вместе с вами прокомментировать их без проблем конечно дорогие друзья александр камачи и компания taberg estate мы сегодня опубликовали кстати статью посвященную краснедвижимости турции с александрой и на прям контакты александр можно найти ну и собственно в телеграме тоже пожалуйста обращайтесь спасибо большое до встречи в понедельник и 24 на 7 в телеграм-канале при агру спасибо до сирания спасибо за просмотр!